Крестный ход – это молитва, обращенная к Богу, и она сплачивает многих людей. По свидетельству святых отцов отверзается небеса, когда идет крестный ход. И, конечно, нам нужно объединяться, молиться, прославлять Бога. Афанасий Бреский. Так православные называют особо почитаемого святого, чья жизнь и чья мученическая смерть служат примером для многих уже более 345 лет. Афанасий Филиппович известен своей активной деятельностью, отстаивавшей права православной церкви. Для христиан это особый святой, к заступничеству которого они прибегают. В память преподобного мученика Афанасия Бреского традиционно собирает множество людей, не только жителей Брещины, но и других регионов из России люди приезжают. Раньше с Украины были, больше. И этот святой приходит внимание своей горячей верой, любовью к Богу, к ближним. Кроме того, он значим для нас, поскольку благодаря его трудам в числе многих других людей удалось сохранить самобытность белорусской культуры, наш язык, нашу духовность, традиции белорусского народа. И, конечно, сегодня, на другой день после дня народного единства, для нас очень важно вспоминать и ценить то, что мы сейчас имеем, каким трудом оно нам досталось. И преподобный мученик Афанасий, он великий молитвенник за землю белорусскую. Он прошел многие испытания, трудности в своей жизни, причем выдержал и с большой верой, мужеством, твердость. А современному человеку тоже это нужна вера, твердость, уверенность в завтрашнем дне. Воспитанники воскресных школ Брестской епархии с теплыми словами и пожеланиями встретили патриаршего экзарха всей Беларуси. С огромным трепетом, приняв благословение, дети вручили подарки. Праздник, праздник наступил, митрополит нас посетил. Посмотрите, как все рады, и не надо нам награды. Мы молитвы вашей просим, веру нашу в сердце носим. Верны мы Богу быть старались, любви и правды мы держались. Чтобы верность дальше сохранить, просим нас благословить. Епископат Белорусской Православной Церкви служил праздничное богослужение во главе с митрополитом Минским и Заславским патриаршем экзархом сия Беларуси Вениамином. Торжественная служба прошла в горячей молитве к Богу и заступнику земли белорусской – Афанасию Брестскому. Для верующих это событие важно и значимо. Находясь на территории монастыря, они чувствуют особую благодать и верят, что их молитвы будут услышаны. У нас есть еще заступник на небесах, за который нас молится, который нам помогает, который помогает нашим детям, мы просим к ним, приходим с мольбою к нему. И вот сегодня такая благодать на душе, такая радость, что вот столько людей, столько много народа пришло, что вера есть, что укрепляется вера из-за этого, потому что он за нас молится, поэтому у нас так и все хорошо. Это покровитель нашего города, этим начинается, этим заканчивается, а тем более в наши сложные времена он является просто непосредственно покровителем на сегодняшний день. От всех бед, от всех несчастий он за нас молится, и мы это чувствуем, и мы это знаем. Естественно, мы молимся ему о помощи. Паломники из разных регионов приезжают поклониться мощам преподобномучников, Афанасия, игумена Брестского, молитвенника и покровителя Брестской земли. Обращаясь к святому в молитвенном дерзновении, они просят мира, благополучия и единства. Слова преподобномученика Афанасия оказались пророческими. «Там, где тело мое искалеченное и израненное во имя Божие положено будет, вера православная процветет, как лилия посреди терниев». Янина Даниленко, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова